У нас сегодня Татьяна, это наша пациентка нашей клиники, с которым мы делаем wellness, визиты, визиты по оздоровлению. Татьяна, сколько вам лет? Полных 54. 54 года. Мы полностью проверили все ее гормоны, оптимизируем от прекурсоров до конечных гормонов. Но сегодня я хочу подчеркнуть, что мы делаем другое. Очень важно, чтобы все понимали, что если у человека нет полноценного сна и не выделяется гормон роста, то все остальное выровнять очень сложно. Потому что гормон роста отвечает за инсулиновую резистентность, если он не выделяется. Инсулин байдинг протеин. Есть 5 фракций, которые это конечный продукт гормона роста, который действует как против онкологии, как на эластичных сосудах. И, соответственно, очень сильную функцию на обмен сахара, лептиновую резистентность и инсулиновую резистентность. Поэтому очень тяжело бороться с инсулиновой и лептиновой резистентностью, если гормона роста нет. Гормон роста часто перестает выделяться, потому что у нас неполноценный сон. И мы хотим стимулировать гормон роста, чтобы наладить все другие эндокринные процессы в организме. И чтобы мы просто хорошо себя чувствовали в течение дня, отдыхали, хорошо ночью высыпались. И бодренькими вставали утром и функционировали весь день. Татьяна, расскажите нам, пожалуйста, как у вас было со сном все это время до сих пор? Даже в своих домашних обьях, как говорится, удобных, все равно просыпалась ночью, заснуть очень долго не могла. Просыпала уставшая, не хотела просто, но нет, было сил встать с кровати. Приехав сюда, у меня даже поменялись условия. У меня маленькие дети, которые ночью могут несколько раз проснуться. Но приняв аппарат, я буквально мягко, прозрачно куда-то проваливаюсь. И встаю утром абсолютно здорово, ну не то что здорово, радостно и полной энергии. И это просто как по щучьему велению происходит. Мне сначала даже первый раз было непонятно. Потом второй, третий раз я просто радуюсь, что на меня так действует такой препарат. Вот, значит, мы используем аппарат, который содержит несколько именно кислот. Лизин, тирозин, глютамин, армитин, аргинин. Это такие именно кислоты, которые стимулируют определенные места рецепторов выброса гормона роста. Этот препарат, он идет в виде спрея, он называется секретропин. Препарат, который сделан моим профессором с моей аспирантурой по антивозрастной медицине. Он эксклюзивно сделан этим человеком, разработан для того, чтобы стимулировать выработку гормона роста. Очень легко в применении. Мы делаем от одного до четырех спрыска под язык. И я, например, засыпаю в течение пяти минут. Вы как? Сколько вам берет время? Время 10-15 минут. И это так настолько, знаете, ощущение легкости. Просто наступает, ты не ощущаешь. Но у меня три. Я попробовала один, два, три подошло. Да. От одного спрыска до четырех человек находит свою дозу. Он начинает с одного спрыска и находит свою дозу. Я когда-то попробовала с двух и проснулась на вторые сутки в шесть вечера. Я не понимала, что произошло. Оказалось, я проспала в субботу целую, где была куча дел несделанных. Вот. И я поняла, что моя дозировка один спрыска. Но если человек чуть помоложе, он может, вероятно, ему надо меньше. В зависимости, как у него вырабатывается гормон роста. Но для меня это очень удобно. Потому что если я не работаю, я работаю по ночам, и я прихожу, и мне остается очень мало спать, естественно, что у меня фазы быстрого сна, когда снятся сны, быстрого движения глаз, дельта, вейвс, сна. Это то, что когда мозг отдыхает и выбрасывает гормон роста, этого не происходит. Потому что у тебя только несколько часов сна остаются, и ты уже переуставший, чересчур себя истощил, и сон не получается. Но, используя секротропин, сразу засыпаю и сразу вхожу в быстро, очень, фазу сна. И когда тебя снятся сны, это rapid eye movement phase, и встаешь, как будто ты проспал 8 часов полноценных, отдохнувших, и понимаешь, что гормон роста выбросился, и день будет полноценный, эффективный, продуктивный. И это без снатформных, которые не помогают выбросу гормона роста. Поэтому надо именно искать такие варианты, которые могут исправить ситуацию, не тем, чтобы заглушить снатформными. Если есть люди, конечно, которым просто стимуляция выброса гормона роста при помощи аминокислот не будет помогать, тогда мы делаем сочетание аминокислот с гормоном роста. Но это отдельная тема разговора. В 90% населения этого достаточно, чтобы нормализовать выброс нашего гормона роста, и для этого не требуется извне давать гормон роста, что за два дня полностью останавливает нашу выработку на года. Поэтому, да, схема лечения немножечко посложнее. Это не цель моего поста сегодня. Сегодня пост о том, чтобы люди знали. Обращайтесь к специалистам, не пейте снотворное. Это вам укорачивает жизнь, если не выделяется гормон роста. Одна ночь без гормона роста укорачивает жизнь на 7 дней. Мы знаем те факторы, которые удлиняют жизнь. Поэтому гормон роста удлиняет теломер нашего ДНК и, соответственно, продлевает нашу жизнь. И такие факторы, которые удлиняют теломер, это гормон роста, это метформин, это фолиевая кислота, это B12 и это экзозома. Вот это то, что мы знаем, и это доказано статистической проверкой, когда проверяют ген жизнедеятельности. И мы видим, что если этот ген показывает, что укорочен период жизни, и мы делаем вот такие вот пищевые добавки, этот ген начинает меняться. Также очень важно, чтобы вы знали, что жизнь удлиняется от тех людей, которые не употребляют сладкое. Это тоже факт. К сожалению, неприятный факт, но он существует.